мешок денег такого размера стоят такие пацаки со шлемами в бронежилетах с калашами ты потерял деньги миллионов 70 равно вот у меня извини у меня не сходится порядок цифр вот он мне звонит по себе написали что ты пидорас 10 процентов компании огромной компании можно купил быть купил за 100 долларов за 500 долларов ну вот вот буквально на как ты в одном месте говоришь ребята у меня для вас эксклюзивная штука которая вы до сих пор не видели на рынке интрижку такую а во второе место ты позвонил решить тимур блин у меня бабок просто тьма куры не клюют дай мне то есть бухал и инвестировал сидим и курим сигары с ваней дурном он говорит блин давно мы с тобой не прикалываешь давай что-то прикольное ну давай какие-то были сигары игорь расскажи мне вот ты в 97 году согласно официальной биографии начал работать что ты тогда делал августе 2007 года 90 пардон 97 года довольно таки быстро меня пригласили в компанию который импортировал всякие там ручки фломастеры карандаши ну на то время это вообще и тут мне там звонит барышня говорит мы прочли твое резюме приди поговори я говорю да нет у меня все нормально я уже на работе уже нет ни 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 все равно приди разговор же ни к чему же не обязывает правильно я говорю конечно ни к чему не обязывает я прихожу на разговор такой старый совковый лифт старое совковое помещение такое я выхожу на седьмом этаже или на пятом и передо мной такое зрелище вот такая вот вот мешок денег буквально вот такого вот такого вот размера вот на полу стоит стоит мешок денег стоят такие пацаки со шлемами в бронежилетах с калашами как я потом выяснил это местные скупщики акций в компании проспекта отправлялись скупать акции у акционеров различных компаний конец лета 97 года там начало осени вот акции облэнерго как раз вываливались на рынок различных по всей стране их до 27 было в то время ну вот и вот они отправлялись покупать эти акции я думаю ну нихера себе и ну и сразу вот этот образ на самом деле у меня идет идет по жизни потому что ваш пацаков с автоматами и мешками денег ну да то есть много бабок и риск образ там связанные там с инвестиционным банкингом ты вышел из лифта они сели в лифт и поехали ну они сели в лифт просто мирно дождались пока я выйду вот они сели все и поехали вниз там загрузились какую-то машину и поехали там не знаю по черкасску область купать там какие-то акции черкассу облэнерго и потом у нас там разорвался разговор в этой компании в компании да ну я вижу это вот реально это моё а как ты понял знаю животом задницы почувствовал вот вот как-то ну тут реально это интересно и меня тогда кстати была функция продавать вот те самые акции которые скупали вот эти ребята продавать их сидеть на телефоне продавать их иностранным инвестором такая интеллигентная при при галстучке при при чистенькой беленькой рубашечки работа но рядом автоматчики носят мишки ну при этом при этом где-то в другом конце офиса да там одни автоматчики им выгружают деньги они там уезжают вторые те которые там неделю назад уехали они там грязные немытые приезжают и вываливают там кучу бумажной всякой истории вот такие огромные стопки папа по сути купленные акции и вот кстати про образование мы говорили ну то есть все мы уже закончили разговор закончили интервью меня там берут на работу и я такой подожди а я тут ты же не спросил меня про образование это не плохо твое образование давай завтра приходи на работу ну вот и уже нам спустя сколько лет там 20 чем-то лет и ну конечно там на работу уже брал там сотни людей с тех пор и провел сотни таких же интервью и ну не знаю про образование могу спросить просто ради приличия так чтобы не обидеть человек ты ничего не выучил в институте то есть тебе институт дал какое-то понимание экономики и так далее ну конечно он дал он тебе дал научил учиться если ты этого хочешь вот так правильно сказать фактор успеха там за успешно ты сдаешь экзамены или неуспешно это не то что ты там по задростке сидишь дома зубришь там кита не знаю уроки предметы или еще читаю то как ты пришел и сумел договориться с преподавателем не за бабки снова таки то есть это вот вот разговор одна из ситуации кстати преподаватель попал в больницу и у него был телефон мобильный точно я помню ну вот я помню сейчас прихожу в автомат такого возле метро стояли автоматы две копейки бросаешь или сколько там ну вот я звоню этому чувачку и говорю так и так так ну короче сессия близится я уезжаю мне нужен автомат я ему говорю а он такой подумал подумал слышу пауза 30 секунд говорит ну ты знаешь будут позже ну смысле позже но у меня тут улетать завтра я хочу прийти к вам мне нужен автомат короче а он говорит ну как ты чё не понял будет позже через две недели позвони придут но он наверное подразумевал реальный автомат если сейчас на машине времени вот тебя сегодняшнего туда в 97 год не связано с твоей работой вот как бы ты оценивал вообще все это движение с приватизация акциями автоматчиками и так далее это полный хаос вообще просто абсолютно хаос настолько нелогичные нерациональные ну хаос ну приятный приятный живое такое ну да конечно потому что ну любой хаос он рождает там возможности не знаю возможность особенно для тех кто быстрее бегает там шире способен крутить головой там на 380 градусов не знаю быстрее анализировать какую-то информацию но он дает вот такие люди по твоим оценкам вот могли понять вообще что происходит и понимали что эти фантики ну потому что я помню опять таки я из творческой семьи нам дали какие-то волчеры мы на них посмотрели такие ха-ха поехали возле универмага продали украина продали за какие-то 3 копейки и купили там не помню батон вот шампанского на новый год ну что-то такое да то есть на этом наша приватизация закончилась ну то есть сколько человек понимали что происходит ну как но вот большинство там нынешних олигархов старой волны он там старой экономики на они на самом деле ну вот выходцы вот из из того времени костя жива григорий шин пенчук коломойский ну вот 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 эти времена на самом деле вот они что тогда и рождались вот в это время там где-то с 95 по позднего кучмы там по 2004 год грубо говоря какие были там две-три самые распространенные формулы успеха в той мутной воде ну вот там типа ля березовского ты сначала приватизируешь менеджмент компаний потом ты приватизируешь денежные потоки этой компании а потом ты за эти же денежные потоки приватизируешь саму компанию как приватизировали менеджмент это приезжаешь там либо дышки это бабки либо просто пошел выпить водочки вискарикой еще нужно нашел какое-то расположение предположения договорился а тут еще у тебя есть аргументы я там еще на аукционе на приватизационном поменял те компенсационные сертификаты которые он купил у тебя еще у кого-то еще тысяч таких я уже не помню я был среди них или нет ну купил там за копейки пошел на конкурс купил 10 процентов 15 процентов акций кого-то мега предприятия и вот ты с этим аргументом пришел на этот разговор директору завода вот и он тебя делает финансовым директором или кем мы договариваемся что я там например покупаю твой завод на каком-то конкурсе мы с тобой уже там типа в теме в партнерстве я формально куплю но мы будем понимать что мы его купили на двоих тебе не было обидно что тебя не берут в бронежилете куда-то за деньгами или что ты не участвует или ты участвовал в этой я был у меня была вообще такая элитная называется в теме но не в доли здесь же не вопрос не обиды не обиды или еще что ну каждый занимает свою сама свою свою зарабатывал в месяц в девяносто седьмом девяносто восьмом году как человек в белой рубашке меня была получка 500 баксов и у меня был бонус 20 процентов от того что я приносил для компании на первой сделке я принес 20 тысяч долларов это буквально там через две недели и ну и получил оттуда чё нас четверочка ну то есть там грубо говоря там пятерочку там заработал в первый месяц напомню это девяносто седьмой год ого за за четверочку можно было сразу вот такую шикарную машину купить а потом а потом кстати какое-то было совещание на это совещание приехал вот такой яркий чувачок вот я потом выяснил что это михаил генрихович винчель вот это михаил генрихович винчи с которыми кстати сейчас в ближайших отношениях кстати 20 лет спустя ну то есть тогда же я для него был одним из там не знаю из винтиков в его там большой компании и вот он такой смотрит слышали задрота ты где твой телефон верю ну как вон мой телефон стоит на столе говорит нет у тебя должен быть мобильный телефон я говорю да нет у меня и он там навешал к кому-то администратором из этого офиса как-то так мазепа нет телефона выполняет офигенную функцию и без и без мобильного телефона я помню в сентябре 1997 года появился первый маленький телефон 97 год 2004 год официальная дата основания concorda до между этими года что происходило как ты думал ему чтобы сделать свою комп очень очень живо очень много чего происходило доход который я принес компании наверное за этот год вот за за те бедные времена кстати напомню но наверное он исчислялся там это миллионами долларов ну и соответственно там мой бонус в это время составлял 10 процентов точно часто и 20 ну то есть там не знаю сотни тысяч долларов мой доход личный состав ты каждый месяц домой переносил кэш да 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 что ты этими деньгами дел я кстати не пил в то время были на удивление на избыта у меня была первая машина моя такая opel омега называлась к этому вот-вот единственно мне кажется то приобретение которое могу там вспомнить сотни тысяч долларов куда делись ты купил а я вот или купил кусок нафты или там или просто они куда-то ну да вот то вот так вот скорее всего на друзья вечеринки на барышни но это же безумнейшие деньги это все равно что сейчас ты бы зарабатывал там из на 5-7 миллионов в год ну да на так и было так а куда ты делал 5 миллионов я помню что на меня с лукавиш или реально я не я реально не помню ну бля я вот ну вот сейчас ответ на этот вопрос я помню что случился кризис 2000 1000 1000 август 98 август 1998 года он дефолт россии девальвация рубля девальвация гривны украинской ну потому что все было очень и очень связано но одну и там страна вся украина сидит в жопе по-моему тогда там с 5 до 8 этом курс взлетел там буквально там за за два дня на вот и конечно все это остановилось вот все весь этот поток иностранных денег вот эти все модные истории снова стало все на улицах темно вода по расписанию электричество по расписанию ну все все вот такая и ну по крайней мере то что проходило у нас на фондовом рынке то что мы когда-то покупали задешево задорого продавали иностранцам по телефону мы просто начали ну буквально за копейки покупать у иностранцев и там продавать консолидировать вот эти всякие пакеты акции покупали назад выкупали назад и консолидировали пакеты акций вот этих наших многих уже состоявшийся на сегодняшний день олигархов ну кстати вот с тех пор со многими я в принципе и наверно уже знаком я помню истории что когда-то вот именно вот 98 99 года там 10 процентов акции какого-то не знаю npo имени фрунзе или запорожский трансформаторный завод или типа а-ля такого то есть огромные гиганты советской индустрии можно было купить там буквально за 100 баксов ну просто как за 100 баксов вот буквально за 100 баксов просто что вот физически 100 10000 долларов сша просто 10 процентов 10 процентов компании огромной компании можно купил быть купил за 100 долларов за 500 долларов ну вот вот буквально как тот класс инвесторов который инвестировал в украину на то время на самом деле они потеряли также сам потеряли деньги вот это русским дефолтом и украинской потом затяжным кризисом как и все остальные и конечно они у себя списывали в портфелях вот в ноль буквально списывали все что касалось украины потому что украина была таким знаком запрета ну а для того чтобы хранить эти акции на электронных счетах у своих хранителей они должны были там каждый не знаю каждый месяц там оплачивать какие-то счета например те же самые 100 баксов и для них просто было выгоднее и экономически более целесообразно продать это кому-то там в украине за символическую цену там за 500 баксов и там 10 процентов запросского расформаторного завода чем это помещение турбазы производства но это огромные там коллективы по десятки тысяч человек совсем вот этим барахлом производством турбазами самолетами которые они выпускали вертолетными двигателями это вообще на на голову и кто их купил не налазило ну покупали мы там сам платили 500 баксов вот этим несчастным инвесторам и там не знаю за 50 тысяч долларов продавали местным 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 олигархам вот не не сходится костям живаком григоришиным коломойским пинчукан и всем остальным но им ну тебе для того чтобы купить нужен доступ иметь к этим к этим инвесторам а у вас он был потому что вы были какой-то международной компании а у нас он был потому что ну на тот момент компания проспект была там одной из там 3-4 которые по сути там по сути доминировали этот рынок какой у тебя произошел клик который привел к тому что появился конкорд что изменилось в тебе что поломалась в тебе что добыл 2004 год здесь в украине начали появляться воежёры с российских инвестиционных банков россия всегда была лет на 5 на 7 впереди и тогда уже начали появляться вот эти ходоки и миссары там тройка диалог ренессанс капитал нам еще какие-то русские банки инвестиционные они в это время были уже такие крутые они делали сделки на десятки на сотни миллионов им нужны были какие-то люди которые бы возглавили местный украинский офис на самом деле было круто это там сразу у тебя там получка было я даже не могу себе представить какую получку потому что у нас ну короче это там несколько сотен тысяч долларов в год и у меня было там два или три предложения и потом я начал задумываться блин ну на самом деле пришло время там делать что-то с самого по крайней мере появился такой внутренний внутренний порыв внутреннее состояние я пришел к своему боссу я ему честно сказал я наверно буду уходить еще не знаю куда не понимаю куда там было там два или три предложения там от конкурентов либо я сам буду делать и просто честно сказал сколько считаешь нужным столько столько я здесь будут передавать дела и потом я все-таки созрел сделать что-то свое то есть отказался от этого соблазна вот многих-многих сотен тысяч долларов миллионов долларов гарантированно понятных очевидных вот и пошел в неизвестность сделал свою компанию сколько тебя было денег в загашнике или в столе или где я забрал свой бонус из компании он составлял на тысяч двадцать долларов на этого мне может быть десять там типа на руках была десяточка и плюс счетом 20 долларов 20 тысяч долларов компании вот за 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 эту денежку я вот она вот у меня извини у меня не сходится порядок цифр все время говоришь тут я зарабатывал десятки тысяч долларов тут сотни тут еще что-то тут мне сотни предлагают а при этом жижа жжу 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 пять с десяточкой еще три года и опять с десяточкой то ли ты прибедняешься то ли я не знаю что ты что-то с деньгами кстати хороший вопрос я тебе не могу ответить этот вопрос друзья их точно да в то время не нажил ну я там не знаю там квартира за миллион было мне там или там тысяч за семьсот на какая машина была тогда еще мега была до сих пор а потом в 2000 в конце 2004 я купил мерс мерс е-класс новый новый на а зачем ты купил мерс если ты собирался в этот момент делать бизнес я уже я уже его делал я уже вот на там не знаю там три месяца спустя я уже там заработал на первый на мерс первую единичку за три месяца за три за четыре месяца расскажи как ну как конец 2004 года количество денег в мире намного превышало количество качественных активов которые можно было инвестировать и конечно украина стала таким одним из из мест куда снова побежали вот все иностранные инвесторы все не все но многие иностранные деньги ищут себе дорогу деньги да деньги таким образом они нашли себе дорогу в это время случилась оранжевая революция еще кстати напомню это середина ноября или конец ноября днем мы делали нашу работу писали отчеты торговали на бирже там еще что-то каждый суетился по своим делам вечером мы стояли на майдане потом каждое утро снова на работу вечером снова на майдан дальше я сделал две яркие сделки то есть вот когда вы когда ты чувствуешь когда количество денег превышает количество активов которые в которые можно инвестировать а наконец 2004 года это были старые совковые заводы пароходы те которые акции тех компаний которые были когда-то распределены между на шару получили собственники работники этих компаний эти акции получили то есть грубо говоря там место куда ты могут инвестировать ограничилась только вот этим вот заданным периметром этих компаний я помню позвонил тимуру новикову в то время именно был тот человек который был моим контрагентом в привате для которого я когда-то собирал акции многих там заводов пароходов в группе коломойский ну или тимур вот такая история если у тебя есть какие-то акции продать в рынок я с удовольствием я думаю почти убежден что их продам первый самый первый раз у меня швырнул типа несерьезный разговор один нахер я его набрал через неделю нет тимур разговор супер серьезно я уже подтвердился уже у меня уже есть люди которые там готовы посмотреть на что-то иностранцы иностранцы конечно говорю тимур блин крест крест на пузе я принесу тебе денежку говорит а ты позвонил каким-то иностранцем и говоришь чуваки у меня мега товар что ты им говорил не ну конечно ну то есть ты когда у тебя нет ни одного ни другого ты чего-то начинаешь то есть ты в одном месте говоришь ребята у меня для вас эксклюзивная штука которая вы до сих пор не видели на рынке он говорит ну что подожди подожди я тебе там интрижку такую ребята дайте мне неделю я вам принесу ну а во второе место ты позвонил лишь тимур блин у меня бабок просто тьма куры не клюют да дай мне ну и вот там вот на обещаниях принести товар одному и на при на обещаниях принести деньги другому ну вот в принципе в принципе это сработало в конце что-то не посказал в итоге что его поломать 5 процентов акций запорожского феросплавного завода и еще какие-то 5 или 10 процентов еще акций но на удивление я продал и принес тимуру десяточку 10 миллионов долларов конец 2004 года на улицах в разорении революция баррикады кучма янукович ющенко ты гибко они менялись там newsmakers там ну я заработал там свою честную там процентов 5 комиссии или 10 комиссии потом после этого был кременчуцкий крас а как это сделка были вот ты опять продолжал блефовать здрасте ну мой коллега у него там был знакомый какой-то чувачок который работал на кразе то же самое то было начало начало январь 2005 года ребята если у вас там есть 5 или 10 или там лучше 30 процентов акций компании дайте мы их продадим никто не верил потому что это было диковинка них никто таким до этого не занимался не просто не понимали что такой инструмент возможно ну конечно ну такой инструмент последний раз вот на этой территории он был там не знаю до 1917 года ну вот уже сто лет прошло как и как уже его не было и это конечно вот там вот это было только начало вот такого понятного для современного инвестиционного банкира или для современного инвестора рынка а потом я познакомился с таким ярким бизнесменом как виталий антонов например сейчас это на миллиардная компания уже вот и которые пришли и целенаправленно говорят мы хотим развиваться мы хотим бежать нам нужны деньги сюда 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 вот наш инвест программа помоги нам поднять денежку в марте 2005 года мы привлекли 17 миллионов долларов невероятно деньги в компанию галнафтогаз око бренды мега заправки потом привлекли долг потом еще до разместили акции ну то есть там 50 миллионов долларов только в 2005 году с рынка компания привлекла деньги в к в компанию и кстати это стало альтернативой до сих пор единственному источнику капитала потому что до тех пор единственным источником капитала был банковский кредит ничего кроме банковского кредита ну и как стыри где-то банк деньги прямо буквально вытащить из кармана там кого-то соседа бизнес контрагента бизнесмены не вообще не имели не понимали то есть если я правильно понимаю тебе хотелось чем-то торговать акции которыми можно было торговать кончились ты начал торговать компаниями и оказалось что компаниям это тоже очень нужно конечно слово за слово и погнали конечно да ну таким образом и начал формироваться этот рынок и так нескромно скажу ну то есть в то время компания concord очень сделала большую огромную контрибуцию взнос вот в формирование этого рынка сколько вы на торговали до какого кризиса 2007 года до следующего кризиса ну как но мы привлекли миллиарды долларов в капитал украинских компаний первое месяце или там первые года мы просто подсматривали что делают наши конкуренты и мы пытались повторить их опыт на вот дальше мы когда это получалось мы пытались делать как вместе вместе с ними ну пытаешься подсматривать и пытаться сделать то что делают твои конкуренты потом ты делаешь это вместе с ними и потом ты в конце концов учиться это делать лучше них я помню ходили важные петухи крутые чувачки которые зарабатывали миллионы долларов сначала сотни тысяч фиксов какие-то фиксированные бонусы короче по факту миллионы долларов в год личного дохода там сил этих компаний почему ты их называешь петухи что они были важны индюки не или петухи подсознание во мне говорит индюки конечно извините индюки но они там дуали щеки говорили нет мы не беремся за сделку там где мы там зарабатываем меньше трех миллионов долларов комиссии там где стоимость компании меньше миллиарда баксов а стоимость привлечения там меньше там типа 200 миллионов долларов хорошо ладно ну отлично и на момент там уже кризиса 2008 года не знаю конкорд намолотил десятки этих сделок менее крупных он очень поучительный кстати и вот там наши конкуренты драгоны намолотили десятки этих сделок я помню а вот индюки типа ренессанс и тройка и еще кто-то ну вот они по-прежнему делали важный вид и делали там не заработав по сути ничего то есть мы уже на те времена там конкорд зарабатывал десятки миллионов долларов год чистой прибыли а наши важные конкуренты вот они остались там вот эта подводочка почему так ну потому что ты более свободен своих выборах потому что решение ты принимаешь намного быстрее тебе не надо идти по бюрократической какой-то структуре согласовывать с москвой с какими-то чиновниками там 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 которые в киеве ни разу не были ну и наверное человеческий фактор не знаю ценностный фактор лидерство там открытость к миру там способность и желание брать риск ну вот 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 это все но вот скажи 2004 год хорошо у тебя квартира за 700 но там десяточка двадцать четыре года зарабатываем десятки миллионов долларов на единственный владелец компании правильно понимаю да 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 у тебя в голове что-то поменялось не поменялось ты стал другим и так далее вот что внутри тебя про бля я такой живой был у меня столько всего происходило я помню спали ну как ну мы спали там по 5 часов потом с самого утра мы колбасили на работе вечером это запивали вискариком или или еще чем-то потому что ну реально тебе надо было чем то это я сейчас так понимаю и так объясняю по крайней мере потому что угар потом это был просто невероятный угар это в это вот так вот ты тратил деньги у тебя не было личного времени я их вот сейчас вот я их всех инвестировал вот я брал риски инвестировал для того чтобы делать больше сделать тебе надо больше бухал и инвестировал бухал инвестировал но между тем как бухал инвестировал еще там часов 12 каторжно пахал реально весь офис каторжно пахал на выходных в рабочие будни не в для того что боялся потерять бабки или из-за чего нет ну вот это вот скорость скорость азарт беготня доля рынка тебе нельзя эту сделку упустить иначе она уйдет конкуренту какую сделку ты упустил и до сих пор тебе обидно отвечу ну веревский размещался бизнес он пошел там к макару по синяку это какой год ну типа шестой идет вот типа ля вот такого вот вот эта история она прошла мимо нас поделка и конечно я не помню у меня на самом деле в то время партнер был который занимался я помню что мы в на тот момент отдельно сидели эту эту кейс раскладывали мы всегда вот после каждой неудачи мы всегда раскладывали вот такие вот кейсы и вот это была самая самая горькая история которую на сколько денег вы потеряли мы не потеряли могли заработать там пару миллионов долларов даже здесь вопрос не денег понимаешь а из-за чего потеряли не внимательно отнеслись не выслушали клиента кстати вот то что я понимаю не выслушали клиента потому что ты думаешь что ты вот как iphone ты знаешь что тебе надо и вот с этим насколько мы вот мы пришли на пришли на этот разговор а оказалось что ему надо было совершенно по-другому и мы это не до не дослышали вот такие истории конечно ну и конечно тогда мы переживали вот каждую там потерю клиента особенно там таким сильным крепким конкурентом вот очень лично ну вот такая вот история на макаре расскажи про кризис 2008 года но криво предвидел я не могу сказать что его предвидел если бы его предвидел он прошел бы не так болезненно на самом деле кризис 2008 он случился снова в августе или как обычно или как часто она бывает это конец лета в конце весны ко мне пришел мой коллега паша татарчук и говорит слушай что-то не так ну вот кстати одним из твоих конкурентных преимуществ которое было это там с твоя возможность способность взять риск например там при приходишь ты в какую-то компанию говоришь ребята а я вас выведу на и пио я вам привлеку там соточку денег там еще что-то еще что-то они ручку миллиончиков долларов на не говорят они но мы такие упрошенные там туда-сюда нам бабки надо прямо сейчас они там через полгода или там чем более через год ну ты положить 10 на стол блин и тогда это садись в мою лодку садись в мою лодку и потому что мне надо бабки прямо сейчас потому что тоже мне надо быстрее остальных конкурентов добежать там до какой-то завет самозаветной цели и мы поплывем в одной лодке и вот тебе майндат и вот тебе ну короче делаешь сама делай с компанией все что хочешь предлагаю потому что мы также верим тебе как как себе потому что с нами в одной лодке и вот это был аргумент кроме того что ты делаешь мега презентацию там приходишь там с кем-то с мировым опытом рассказываешь что там вот в мире это вот так вот так вот так и кстати для серьезности разговора вот те пятерка мы прямо сейчас там купим акции твоей компании 10 процентов там по цене там в три раза ниже предполагаемой цены размещения ну конечно это работало то есть на пятерка на 100 на стол аргумент десятка на стол аргумент но я когда-то к ложкину так пришел и он говорит ну а ложкин ярчайший переговорчик кстати ну хорошо десяточку положи и тогда погнали но я так звоню своим шо нас по десяточке там финансистом лет ну туда-сюда за месяц соберем боря да за месяц соберем ну максимум полтора полтора я подожду нормально а это конечно хороший переговорщик в чем он очень сильно переводишь ну как он вероятно как он видит переговоры какая его тактика ну цинизм да ну как время как кто-то на за нас назовет этот цинизм со знаком минус или там с оттенком минуса я назову это цинизм с большим огромным плюсом почему значит он крутой игрок или он крутой игрок он тебя не обманывает при этом он честный он он понятно он логичный и он всегда аргументированный а какой ты переговорщик ну по сравнению с ним слабенький почему она уже что-то мне не хватает у него больше бабок чем у меня ну точно факт факт ну вот вот поэтому хотя бы только поэтому знаешь поэтому вот смотри вот мы всегда можем умничать в я такой умный а кто-то там не то он делает ошибки еще что то вот у меня всегда самый главный он не единственный самый главный критерий сколько бабок ну вот и дальше это ответ на многие вопросы ну вот поэтому я могу быть супер умным супер ярким переговорщиком еще что-то но у меня бабок меньше чем у него меньше ну все давай продолжим с кризисом в марте месяце тебе звонит твой дружок и горит дружок 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 а мы и горит не дружок вот мы в коридоре бежим блять игорь что-то не то а там еще знаешь что там все там солнце девушки мохито пляж ничто не предвещает беды и вот что я хочу сказать короче говорит что-то идет не так ну хорошо ну так давай присмотримся прислушаем как он просто прийти сказать что-то идет не так когда просто все бумит все все бежит все космос летит но такой себе недостаточно этого аргумента ну даже при том что ты классный ты очень умный уважаемый но потом все дальше и дальше все туже и туже все туже и туже и потом вот летом летом в какой момент ты ему поверил что что-то не так сразу или другую когда или ты просто не хотела доверить потом когда не состоялось какое-то следующее размещение акции там привлечение денег и потом за ним следующий то есть мы вышли на на рынок там не собрали денег там признали что но неудачная потом попытались выйти на рынок следующий раз вообще ничего не собрали и вот вот это стало таким хорошим ярким знаком ну и потом конечно твои доходы сокращаются потому что тебе надо у тебя ты разогнался у тебя по доходам там не знаю там 23 миллиона чистой прибыли в месяц и по расходам соответственно у тебя невероятно расходы ты оброс ненужным жиром ты стал начинаешь становиться таким же индюком для кучи людей здесь которая потом по факту выяснилось что они не нужны вот ну но это все уже потом нас догоняло по инерции знаешь вот как идет огромный поезд и его не можешь моментально остановить он тебя просто своим вот этим своей массой догоняет вагоны рестораны на нас да да вот эти все вагоны рестораны вот они блять вот так вот накапливаются накапливаются и все это вот все это самое все все сверху но ты потерял деньги но я очень много расскажи сколько ты потерял на миллионов 70 70 миллионов личных денег личных компаний какая разница да да вот буквально ну вот хорошо потерял 70 миллионов где эти дырки куда они улетели вот они улетели в те самые там 10 туда положил 5 туда положил там еще куда-то в нут такие вот именно цель положил думал вынуть но не смог войны нет ну то есть ты положил ты прыгнул в одну лодку со своим клиентом но что очень важно что клиенты всегда ценили а потом все на сдулась ну вот ну он просто не до привлек там не знаю 50 или 100 миллионов долларов свою компанию а я там положил 10 и они у меня помножились на ноль все до положил другую историю там 5 они тоже у тебя помножились на ноль от этим в этом как-то вернул они выросли снова или не ну конечно у меня остались доли в компаниях некоторые некоторые эти компании с кризисом тоже приказали долго жить ну все как самая большая ошибка какая была сколько стала нас такая компания но тот момент касси она был такой сергей касси она в бизнесмен уже даже не помню как его называлась какая самая компания что-то связано с недвижимостью вот и вот типа такого ну вот вот это одна из истории этого это шикарный урок на самом деле ну то есть с одной стороны у тебя нам те деньги которые было много ты их потерял а другой стороны у тебя остались там по силам баша теле несли люди в долг тебе верили ты там нес какие-то гарантии по каким-то историям которые очень много там потеряли на гарантиях которые мы гарантировали но ориентировали реально своими деньгами и тут эта история не взлетает а ты просто ну ты все равно должен людям отдать ты закрыл все пассивы да я закрыл все пассивы ну это на самом деле хороший урок потому что вот ну урок который его я вынес из сама со всех этих историй тебе надо всегда выходить с достоинством но там многие мои коллеги например на вот которые когда-то работали в конкорде и которые потом там ушли из конкорда попытались там чего-то чего-то сделать и которые вышли из со своих ситуаций с недостоинством ну где не сейчас всегда есть ситуации прошлом и сейчас наверняка будут будущем когда ну что-то пошло не так что-то пошло даже не по плану б этом по плану д ну вот еще как-то и вот самая самый самый главный урок всегда вот блять чтобы не осталось людей которому ты глаза не можешь посмотреть ну как ты ведешь сложные переговоры какой секрет к тебе приходит банк говорит я там не должен там три четыре пять я тебя разорву я тебя еще чего-то я тебя буду судить там газета хотя будут писать еще что-то еще чуть ну конечно но ты такой белый пушистый бля у тебя никогда не было намерений там говно к это людям сделать еще чего-то и тут на тебя вот такая вот лавина и да не с одного места со всех ну как-то вырулишь ну конечно вырулишь ну жизнь продолжается ну то есть но это не повод там или одни знают если ты с достоинством выходит что если по крайней мере это не повод не разговаривать но дальше ты начинаешь разговаривать дальше ты проявляешь нести вот в никаком случае не от кого не прячься наоборот сам там пришел срок получилось выплатил не получилось позвонил объяснил несчастном но 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 потом еще когда растущий рынок я понял все это если падающий задница все все недовольны ну ты говоришь вот смотрите вот вам вперед десяточка ты вот смотрите вот у меня в кармане 22 300 вот заберите или там еще это всегда был хороший аргумент на то чтобы подтвердить что ты ты приходишь говоришь на мете должен 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 денег конечно тебя интересует когда их отдам вы желательно полного сам полном объеме первое второе тебя интересует ты находишься в большем комфорте когда я не просто там тес об этом сказал развернулся и дулю в кармане держу и никогда тебе не отдам а в том что я еще вместе с этим делаю какие-то знаки жесты которые тебе дают комфорт том что я тебе действительно вернуть и деньги но я тебе должен миллиона и бля я прихожу эндрюха извини миллион нету на возьми сейчас десяточку я не знаю когда я тебе дам там 990 но эти точно дам на возьми десяточку оторвал от сердца для работы людям недозаплатил когда ты честен то но точно работает а как ты успокаиваешь людей вот если чек пришел и тебе нужно погасить эмоции что ты делаешь как ну вот есть привод ну как приходишь целуешь обнимаешь сядь посиди поговорим ну как ну а как ну как вот это менял там в шоке ребенок мы был недавно там зубы ревали на то же самое ты пришел обнял его дал времени он отдышался все все дальше разговариваем ну все люди люди если открыть интернет сбить игорь мазепа вылазит куча дерьма от первой жены которая нам на метро пересела до там я даже не знаю да да сектантство наверное стервятник мастер дутых айпио первый раз слышу что такое стервятник ну то хорошо ну не ну хорошо журналист написал что я стреляю стервятник ну и что ты говоришь по поводу там своей репутации тогда для тебя важно что для тебя вар тебе люди пишут думают или это пишут те кто для тебя не является там референтной группой или там еще понимаешь важно важно смотреть кто написал как человек работает в коммуникации если сожалению 80 процентов не смотрят ну понятно 90 смотрят 90 просто на заголовок яйца ну понятно мы же не в масс-маркете то есть мои мои контрагенты не те люди которые там мороженое едят там на улице и макдональдс и еще ну мои контрагенты это крупнейшие бизнесмены олигархи там или еще что-то там concord всегда был мостиком между иностранными инвесторами именно вот этой прослойкой кстати помимо крупнейших бизнесменов олигархов мои клиенты еще тоже молодые компании которые я тоже помогал растить не знаю тот же самый галнафтогаз но нет вместе со мной они звонят на ритмозе написали же ты пидорас вот он мне звонит ритмозе написали что ты пидорас а чё это потому что ты там кого-то там мужика кого-то трахал ну ты же поешь в это время же мы с тобой там были в компании девушек например ну конечно мы что знаем об этом а ну а то чтобы кто-то что-то пишет и сама ну такое когда там еще вот начали появляться там первые статьи когда-то мне дал добрый совет а ты закажи на себя остачу 100 баксов что мазепа по четвергам трахает обезьян житомирском зоопарке я дату чё бля я сам на себя да еще и бабки за это платить и андрюха ты чё не напиши ну просто живота чтобы народ понял что ну довести просто это до абсурда под потом конечно выяснится что там вообще нет никого там в житомире вообще нет никого зоопарка еще чего-то просто напиши но но те люди те люди которые прочтут они прочтут именно вот с этим смыслом ну а каши 95 процентов народу просчет вот со смыслом заголовка но мне же не интересно мнение 95 процентов населения хорошо ты очень много общаешься с олигархами и очень много общаешься с новыми старыми богатыми людьми простой вопрос почему у одних людей очень много денег а у других почти нет какие характеристики делают человека богатым в майнсете то что ты говоришь да не стандартная вещь знаешь вот просто это в 청약 на ровность наглость голодность или голодом к каким-то вещам ну вот общество привыкла что это делать плохо все знают что матюкаться плохо ну точно точно а почему плохо никто не объяснил потому что ну как или как-то никто учитель школе объяснил материться плохо там не знаю мама дома там кто-то на работе какой-то коллега объяснил полина почему плохо и к и где грань вот между тем что это плохое слово это хорошее но может быть там не знаю там матом ты можешь выразить намного быстрее проще и лаконичнее и сочнее какую-то свою мысль чем чем выдумать какие-то шекспировские оды мне кажется в первую очередь на там успех или не успех но снова таки что такое успех ну вот там я там про костю грегоришна там статью недавно почитал вот костя думает что он успешный потому что он там потерял все но зато сохранил команду по плаванию на ценное для него там самое ценное а все остальные думают что наоборот не успешный потому что непонятно чем занимается а потерял при этом все ну тоже да вот где вот где вот вот граница между между разницей в чем между этими пониманиями каждого свое понимание ну там не знаю косяка свое понимание про то, что можно делать на рынке, а то, что нельзя. У Веревского свое. Где ограничения твои? Есть ли они или нет? Что нельзя делать? Точно есть. Но у меня точно нет людей, с которым я там... Стыдно было бы встретиться. Или просто на улице случайно, или где-то в другом ресторане. Но точно таких людей нет. То есть не оставлять хвостов, грубо говоря? Ну да, да, да. Из каждой ситуации выходить достойно. Если мы смотрим на этих богатых людей, у них есть то, что их объединяет отсутствие ограничений. Или их диапазон мыслей шире. Кругозор, отсутствие ограничений, четкость, ясность, целеустремленность. Ты четко должен понимать и визуализировать свою цель. Ты должен понимать, как она выглядит. Если моя компания, то у меня 52 завода. Вот конкретно. Вплоть до того, очертания эти завода. Если сервисная компания, как Concorde, то тоже должен визуализировать те сделки, которые делаешь. Ты говоришь визуализировать. Ты собираешься с сотрудниками и говоришь, давайте повизуализируем немножко. Единичка приклеилась. Единичка, клейся, клейся. И хоровод водишь вокруг костра. Как это происходит? Слушай, смотри. Я же буквально слышу. Ты говоришь, как визуализировать. Да я тебе расскажу. Я не знаю, раз в году я с удовольствием сижу в Индию. Почему? Просто расслабиться. Ментально. Ты сам с девушками? Категорично без девушек. Я могу с какими-то друзьями, очень близкими. Категорично без девушек. Ментально расслабиться. Ты не женат тоже из-за отсутствия ограничений. Правильно? Ну, кстати, да. Хорошо. Для многих это удивление. Почему ты не женат? В газетах холостяки пишут. Ну, да. Потому что у меня этого ограничения нет. У кого-то есть. Ну, кстати, и слава богу, если человек счастлив с этим, по-честному счастью. У каждого Абрама своя программа. Да, да, да. Смотри, я езжу в Индию. Я там много практикую дыхательные упражнения, медитации, йоги, панча-кармы и все остальное. Я иногда могу в Перу съездить, не знаю, на Ауязку пройтись, церемонию Ауязки. Невероятная вещь, кстати. Просто прямой путь к подсознанию. То есть самый прямой. Кто-то говорит через сон образы, кто-то там, да, я накачу. То есть я расслабляюсь, я немножко отключаю волю, и это мне позволяет понять, а кто же я. Ауязка – это самый прямой путь к подсознанию. И вот по чуть-чуть... Там единички клеятся. Там клеятся условия для того, чтобы единичка потом где-то приклеилась в другом месте. В офисе, не знаю, какая-то идея пришла в самолете, когда ты обратно летишь. Невероятные идеи приходят, вот просто вот начинают. В самолете сидишь, еще даже не приземлился, и ты уже фонтанируешь идеи. У меня над океаном, если вот длинные перелеты, у меня просто... Такой канал открывается, успевай записывать. Да, да, вот реально, ну вот надо ручку, блокнот держать, вот просто успевай записывать. Блиц – вопрос от всех, уверен, зрителей, как стать богатым. Вот у тебя есть такое? Это быть самим собой, слушай, быть тем, кем ты достоин быть. Если ты пианист, то играй на пианино. Есть же богатые пианисты, есть. Если ты балерун, танцуй в театре. Если ты бизнесмен, блин, ну, занимайся тем делом, которое ты есть. Самое главное – это понять действительно, кто ты. Как? Блин, ну, это через интуицию. Ну, это единственный способ. Как развивать интуицию? Ходи в лес там по выходным, езди в Индию, в Гренландию на Ахиллеский, на там... А как лес связан с интуицией? Когда ты максимально избавляешься от всего того, ну, от всех вот этих историй там. От шума. От шума, навязанных обществом, учителями в детстве там каких-то историй, присказок «это плохо, это хорошо», «взрослыми смеяться плохо», «а в церковь ходить – это хорошо», «а учиться хорошо – это хорошо», «а плохо учиться – это плохо». Ну, но кто сказал, что плохо учиться – это плохо? Бля, если не удается ребенку. Или если он не математик, если у него там двойки по математике, но он лучший балерон. Ну, то, что плохого в том, что он по математике два получает в школе. Ну, вот эти все истории, которые я перечисляю, они позволяют самоустраниться от всего этого шума, от всего этого говна, которое общество тебе вешает. Последний вопрос уже как рекламщик. Расскажи мне. Вот вы сняли ролик «Гуд лайф парка», где кто-то какал на… Ваня Дорн. Ваня Дорн какал на корт. Ты, я не помню, что там делал, курил там, по-моему… Я голым бегал где-то. Ты бегал голым, да, и прыгал голым в бассейн. Эта рекламная кампания сработала? Ну, как? Там не было какого-то конкретного умысла, что это должна быть рекламная кампания. Ну, формально это была рекламная кампания. И что я получу от этого столько-то лидов? Эти лиды превратятся там в столько-то продаж, а эти продажи превратятся в бабки. Я тебе просто могу рассказать, как это было. Расскажи, как это было. Ну, как сидим, сидим и курим сигары с Ваней Дорном. У него на этом самом, на веранде. Ну, мы соседи. Он говорит, о, блин, давно мы с тобой, говорит, не прикалывайся. Давай что-то прикольное. Я говорю, ну, давай. Говорит, давай снимем. Там, например, ты пришел ко мне домой и насрал у меня возле дома. Это он мне говорит. Я говорю, Ваня, ну, если ты считаешь, а какие это были сигары? В принципе, да, правильный вопрос. Ну, короче, вот так и родилась эта идея. Ну, еще там подтянули в эту идею еще там задрота Диму Борисову. Мне Борисов там очень понравился. Борисов гениально. Гарри Борисов отыграл гениально. Диме нужен Оскар за лучшую роль в рекламном ролике. Ну, смотри, там же никто жале не играл. Ну, это же мы не за бабки, мы не за еще что-то. Это ради фана, да? Мы просто решили ради фана. Сколько стоил продакшн? Десяточка. А какая реакция была? Ну, как реакция? Кто-то со мной даже поспорил. Говорит, Мазепа, блядь, ты еще говна покушаешь из-за этого. Тебе где-то еще это вспомнят. И? Ну, была такая реакция. Ну, приходит ко мне друг такой, знаешь, тоже зашоренный такой квадратный. И вот такой выдает. Я говорю, ну, давай поспорим. И на что вы поспорили? Я не помню, на ящик шампанского или... Хорошо. И последнее тоже, если занимать позицию вот этих вот, как ты говоришь, моралистов, общества и так далее. Задротов. Задротов, да. Есть стереотип, что вот финансисты, которые работают на фондовом рынке, вот они посредники, они ничего не создают, делают бабки из воздуха, вот другие хорошие люди работают, там что-то там строят, развивают компании. А вы, блин, подонки, пришли, тут забрали, сюда перепродали и вот с этих 3% вы живете. У тебя никогда не было там желания, что вот я с нуля создам, построю санаторий или еще что-то и буду чувствовать себя там созидателем, да? То есть, а не перепродавцом. Смотри, ну, на моралиста, во-первых, мне посрать. А во-вторых, ну, это же вопрос твоего отношения. Ну, то есть, вот мой ответ моралистам, вот я, например, инвестировал деньги в добробуд на самое-самое раннее рисковое, на самой рисковой стадии. Сейчас добробуд крупнейшая частная медицинская сеть, одна из немногих, где делают, например, операции на открытом сердце. Ну, то есть, сердце останавливают и делают. Ну, создал, своими деньгами я что-то создал, ну, точно создал. Ты, моралист, покажи мне, где ты что создал, блядь. Если взять сейчас всю твою карьеру, самая лучшая инвестиция, которой ты вот гордишься, кайфуешь, которая тебя делала счастливее, богаче и так далее. Вот самый лучший выстрел. Блядь. Да не, ну, ты же ждешь от меня какие-то, наверное, сделочки, там еще что-то. Да ничего не ждал, я просто скажи мне. Вот этот прикольный ролик, самая яркая штука. Там, где ты получил массу удовольствия. Легкий, понятный, просторный, живой. Привет, меня зовут Игорь Мазепа. Я папа бренда Concorde Capital. Create whatever. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok